Онлайн очень сильно упадет, потому что основная такая, знаете, целевая аудитория, которая играет в САМП. И дело в том, что Ревент РП там 18, насколько я помню, человек, производный от всех этих слов. И, к сожалению, тогда и вот так они все это и просрали. И онлайн, разумеется, ушли ютуберы, практически самый главный пласт людей, которые приносят аудиторию на проект. Но, к сожалению, вот эти вот все системы они не получили. И даже сейчас счеты ютуберов, ну я не особо... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Здравствуйте, здравствуйте. А знаете ли вы, что у меня не так давно, а я бы даже сказал, третьего дня, выходили ролики по Ред Файер. Сначала я рассказывал там о том, потом я рассказывал о Сём, потом я выдвинул, так узнаете, так вскользь упомянуло, вот что будет все-таки с Ревент Ролеплей после вот всего этого открытия Ред Файер, что вообще случится. И вы знаете, мои самые страшные опасения, как это уже нетрудно догадаться, подтвердились. Потому что сегодня у нас воскресенье, около двух часов дня. И онлайн на обоих вот этих проектах оставляет желать лучшего. Потому что, ну, если честно, то я ожидал немного большего со всей этой, знаете, шумихой вокруг этого всего красного огня. А получилось всё, ну, не особо хорошо. Возможно, это связано с некоторыми вещами, которые я обсужу немного позже. Тем не менее, ладно, давайте уже ко всему этому приступим. Потому что, ну, как обычно, я, наверное, оказался прав. Хотя, ну, скорее всего, я оказался прав. Я, возможно, оказался прав. Отпишитесь от моего канала, если я оказался не прав. И вот у меня уже, знаете, там, 3 500 подписчиков, 3 200, 3 000, возможно, подписчиков. Вот, всё не особо хорошо. Однако, ну, не важно. Ведь не так давно, вы знаете, открылся проект Redfire. И я сразу же, там, знаете, записал видеоролик о том, что, мол, вот, Redfire открылся, Redfire то, Redfire сё. А как там вообще, чё будет? Провальное открытие, а там не провальное открытие. Сколько людей вообще зашло на проект? Как там люди, знаете, не могли всё это скачать? И вот, со времён вот этих вот видеороликов прошло не так уж и много времени. И я говорил, что онлайн на Redfire он упадёт. Вот, после начала учебных вот этих вот всех выходных, учебного года, учебных каникул, вот, всего прочего, онлайн очень сильно упадёт. Потому что основная такая, знаете, целевая аудитория, которая играет в сам, она как бы пойдёт учиться, пойдёт познавать гранит науки, пойдёт её, возможно, даже грызть. Я не знаю, тут уж как у кого и там ума хватит. Возможно, каких-нибудь зубов или вот наподобие того. И знаете ли, в чём дело? Сегодня, в воскресенье, 2 часа дня, я специально вот в это вот, в самое час-пиковое время, если его так можно назвать, зашёл на мониторинг вот этих вот двух проектов. И дело в том, что Revent RP там 18, насколько я помню человек, а Redfire там около 150, 144, 146. Ну, в общем-то, во всех вот этих вот рамках они загнаны. Почему так получилось? Что случилось-то? Ведь на открытии было 900 человек, а после открытия держалось, ну, знаете, так более-менее стабильно 400-500 человек. Все же играли, всем же всё нравилось. Что произошло-то, в конце концов? Что стало с проектом-то? Ведь если вспомнить Revent RP там где-то, по-моему, в начале 2017, 2018 или даже 2019 года, ну, вот где-то вот в таких вот рамках я точно не помню. То есть вот когда он прям, когда у него онлайн-то был большой, когда там, знаете, ютуберу, вот ты какому ютуберу не зайдёшь, постоянно у него реклама Revent RP. И типа ты такой волей-неволей, а заходишь посмотреть вообще, что это за проект. И вот эти вот ролики с Revent RP, они очень хорошо стреляли. Там было, возможно, по 100 тысяч просмотров, по ещё сколько-то тысяч просмотров. И онлайн был тысяча из тысячи. И вот в то время нужно было открывать свой второй сервер Revent RP. К сожалению, основатели, разработчики и все остальные чуваки с Revent RP этот самый момент, ну, провафлили, пропустили, просрали и сделали все прочие вот производные от всех этих слов. И, к сожалению, тогда ещё один сервер не открыли, не получили какое-то, знаете, дополнительное финансирование, дополнительные деньги от игроков. Не получили новых, возможно, игроков. И, разумеется, стали терять ютуберов. Насколько я знаю, по словам, опять-таки, Данила Герара, да и прочих ютуберов, которые тогда снимали на Revent RP, были такие, знаете, прям адовые задержки по зарплате. Просто ютуберы уже такие, блядь, а нам выплатят деньги-то или чё? Или мы уже, мы всё, мы забесплатно отснимали. Там даже Данил Герара вот такое подобное говорил. То есть самый неконфликтный человек, даже он, знаете ли, говорил, мол, чуваки, блядь, ну выплатите мне деньги, но я уже просто не могу. И после этого, кстати, ушёл на Тринити RP. И вот так они всё это и просрали. И онлайн, разумеется, ушли ютуберы, ушёл и онлайн. И вот даже те игроки, которые там уже, знаете, как-то прижились, которые там уже были, они тоже начали, вот уже, знаете, так уползать вниз, уползать куда-то на другие проекты. Уходить, возможно, я не знаю, за Данилом Герарой, куда-нибудь там, допустим, на Аризону RP, на прочие все сервера, на проекты. И вот, ну, было вот это всё как-то так вот очень сильно непонятно. И у них ещё такая, знаете, рекламная кампания была. Непонятно, ты пишешь пиар-менеджеру вроде как, и он отвечает там через какое-то определённое время. То есть не сразу же, а отвечает через какое-то определённое время. И потом там что-то непонятно опять-таки пишет. И типа, ну вот всё было как-то так. И даже начинающие ютуберы, насколько я понимаю, не могли попасть на Ревент-РП. То есть практически самый главный пласт людей, которые приносят аудиторию на проект, даже они туда не могли попасть снимать. Да даже если сейчас обратить внимание на то, какие требования у них для бесплатного сотрудничества, это пиздец. Я на таких условиях сотрудничаю платно, блядь. А у них это условие, блядь, бесплатного сотрудничества. Охуеть, блядь, что это вообще такое? То есть понятно, что вот эту вот всю политику, вот этого вот проекта Ревент-РП, её нужно пиздец как пересматривать. Потому что вся эта тоталитарная хуйня, она просто убила проект, который был, ну типа, крутой. Он же действительно был пиздатый. Даже я помню, заходил играть туда, потому что система и вообще весь подход ко всему этому, он был такой понятный, такой простой и одновременно такой заставляющий тебя играть. То есть ты хотел играть на Ревент-РП, ты хотел играть, я не знаю, там везде, хотел там просто проводить всё своё время. Но, к сожалению, вот как-то вот всё оно в один момент. Я перестал играть и, видимо, вместе со мной перестали играть ещё какие-то чуваки, потому что это как-то всё произошло одной волной. То есть сначала я, потом ещё какие-то чуваки, потом ещё что-то. Хочу сказать, что система, допустим, там, я не знаю, кражи автомобиля, она выполнена шедеврально, она крутая. Система рыбалки выполнена охуительно пиздата, но, к сожалению, вот эти вот все системы, они не получили должного такого, знаете, должного внимания со стороны игроков, потому что просто не было ютуберов. Потому что была очень странная рекламная кампания. И вот тут сейчас открылся Redfire, и вроде как они тоже на старте что-то заказали, какую-то рекламку, а дальше уже забили. Дальше уже забили и заказывать ничего не стали. И вот этот вот онлайн 150 человек, это ещё, знаете, ну, не самый плохой онлайн, который может быть на вот этом вот всём проекте. Хотел сказать, Ривент РП, это же Красный Огонь, это же Redfire, это же вот вся остальная вот эта вот схема, тема и все остальные штуки. И даже сейчас что-то ютуберов, ну, я не особо, какие-то постоянные ютуберы, они вообще есть или что, они вообще существуют, они имеются на этом проекте-то или нет? Ну, просто потому что, ну, а что вообще, я не знаю, я просто, ну, я не понимаю, в самом деле, что ж там такое происходит, ну, что это такое? Я не знаю, ютуберы хотят там зайти и что-то снимать, они-то только за. Да, и начинающие ютуберы хотят, потому что им негде снимать, и вообще и все хотят снимать, но, видимо, то ли у них денег нет у Redfire, то ли там ещё какие-то у них проблемы, я не знаю. Но Вертеича же они там, знаете, смогли оплатить, и на деньги с Вертеича, вот если бы они его не заказывали, можно было бы сейчас для Redfire организовать неплохую такую, знаете ли, рекламную кампанию. Но, к сожалению, ничего подобного не произошло. Я буду следить за развитием событий, хотя, как лично мне кажется, это последний ролик по Redfire вообще на вот данный момент, да и вообще везде, да и во многих других вещах как бы тоже. Поэтому, ну, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем, ну, до свидания, наверное, или вроде того, я не знаю. Продолжение следует...